Уважаемые главы правительств, уважаемые члены делегаций, рад приветствовать участников и гостей первого текущего года заседания Евразийского межправительственного совета. Позвольте начать выступление со слов благодарности в адрес Алихана Асхановича за приглашение посетиться Алматы и за организацию сегодняшнего заседания на высоком уровне. Пользуясь случаем, хочу пожелать председательствующей стране Российской Федерации и лично Михаилу Владимировичу плодотворной работы и успехов в осуществлении приоритетных направлений, обозначенных российским председателем. Искренне приветствую премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллу Нигматовича и подтверждаю готовность в развитии эффективного сотрудничества с государственными наблюдателями. Приветствую и уважаемого представителя Республики Губа. Прежде чем перейти к актуальным вопросам сегодняшней повестки, отмечу, что несмотря на геополитическую напряженность, взаимная торговля Союза продолжает демонстрировать положительную динамику. Товарооборот между Арменией и государствами ЕС за январь-наябрь 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года более чем на 90% и составил 4,6 млрд долларов США. При этом импорт по стране происхождения товаров увеличился более чем на 50%. Уважаемые коллеги, с целью дальнейшего развития Союза нам необходимо продолжить системную и последовательную работу, основанную на прочном фундаменте внутренних возможностей и ресурсов, направленных на обеспечение экономического развития, повышение конкурентоспособности национальных экономик и благосостояния наших граждан. Для достижения этих целей важно создать комфортные условия для бизнеса, работать над устранением барьеров, наращивать взаимодействие в сфере предпринимательства. Безусловно, определяющую роль по-прежнему имеют меры, направленные на поддержку производителей на всех этапах производства. В этом контексте хочу отметить важность скорейшей проработки и принятия правовых актов, направленных на применение механизмов финансовой поддержки проектов промышленной кооперации с интеграционным потенциалом. Развитие этого направления, по нашим оценкам, позволит сконцентрировать усилия промышленников на собственном производстве в таких отраслях экономики, как машиностроение, радиоэлектроника, авиастроение, производство программного обеспечивания, фармацевтическая и медицинская промышленность. Формирование конкурентоспособной промышленности Союза полностью обусловлено также уровнем технологической независимости и динамикой внедрения новых технологий. Это бесспорные приоритеты ЕС на ближайшую и среднесрочную перспективу. Укрепление технологической независимости государств-членов ЕС имеет прямую зависимость с переходом к новому технологическому укладу и не может быть осуществлено одномоментно. Оно требует определения стратегии, этапов, затрат, что зависит от уровня технологического развития отраслей промышленности ЕС и, как следствие, переход потребует модернизации действующих производств, а также создания новых инновационных секторов промышленности. Совершенно очевидно, что в этих целях в Союзе должна быть выстроена система технологического прогнозирования для своевременного выявления наиболее перспективных тенденций в сфере развития этой технологии. При этом важным элементом взаимодействия может стать создание банка данных наилучших доступных технологий. Уважаемые коллеги, хочу отметить, что мы придаем большое значение также развитию локальных и союзных систем продовольственной безопасности. Полагаем, что активизация сотрудничества по созданию системы коллективной продовольственной безопасности государств-членов ЕС в перспективе позволит повысить эффективность использования имеющихся ресурсов, сдерживать инфляцию, обеспечивать доступность продовольствия и активизировать взаимную торговлю. Еще одним важнейшим составляющим интеграционного сотрудничества ЕС считаю формирование общих рынков энергоресурсов. В этом контексте отмечу нашу заинтересованность в скорейшем достижении консенсуса по неурегулированным вопросам проекта международного договора о формировании общего рынка газа и еще раз подтверждаю готовность к конструктивному подходу по их решению. В рамках вопросов общего электроэнергетического рынка ЕС для Армении считаю актуальны гибкие и многовекторные подходы, заложенные в основе правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии. В частности, правило позволит обеспечить подсоединение к энергетическим системам государств-членов ЕС через страну, не являющуюся государством-членом Союза, на нашем случае через Грузию, тем самым создавая технико-правовые предпосылки для заключения взаимовыгодных рыночных контрактов. Уважаемые участники заседания, с целью полноформатной работы интегрированной информационной системы Союза нам необходимо синхронизировать свои действия в этом направлении, что позволит сформировать надежный цифровой каркас для обеспечения свободой передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Развитие цифровой экономики и внедрение цифровых технологий является объективной необходимостью для формирования единого цифрового пространства. В этом контексте отмечу актуальность и высокую востребованность инструментов системы межгосударственного обмена информацией, создания и развития цифровых проектов с интеграционным эффектом. И несмотря на достигнутые результаты, нам следует постоянно переосмысливать и расширить приоритеты цифровой повестки. В этом контексте отмечу, что цифровой форум Digital Almaty стал одной из эффективных площадок всестороннего диалога с заинтересованными участниками для обсуждения вопросов цифровой трансформации и перспектив цифрового развития. Уважаемые коллеги, уважаемые участники заседания, в завершение хотел бы пожелать нам всем успехов и плодотворной работы. В предстоящем году еще раз подтвердить готовность армянской стороны предложить усилия в осуществлении приоритетных направлений евразийской интеграции. Благодарю за внимание.